Добрый вечер, дамы и господа! На этой неделе Ельцин вышел в свет. В последнее время его даже перестали учитывать в политическом торге. И вот опять у нас есть президент, он выступил со своим посланием к Федеральному собранию. Основной смысл послания – навести порядок в стране. Ну, дай бог, но пока порядок решили навести среди депутатов. С инициативой «Распустить Думу» выступил Владимир Шумейко. Он сегодня у нас в гостях. Один на один с ним. Заметитель предпочитателя нашей Думы от фракции КПРФ Светлана Горячева. Оставайтесь с нами. Вот, Светлана Петровна, вам под женский праздник. Такой подарочек скандальный. Праздник-то, кстати, прошел уже вчера. Но, тем не менее, и длится. Александр Ильич, получилось немножко так, что заготовка под выступление Ельцина. Вы там так сговорились, чтобы красиво под его выступление вы с инициативой распустить Думу. И все, значит, вроде наводить порядок, сразу забирать Думу. Ой, Александр Ильич, это один из мифов. Ельцина не видел с июля и не разговаривал с ним. Не только вы, кстати. Да. Вообще-то такое мнение появилось, что Шумейко озвучивает чье-то мнение и закатывает пробные шары. Не помню ни разу, чтобы я чье-то мнение озвучил. Все, что я говорю, я сам придумаю. Другое дело, что потом и Ельцин, и еще могут другие присоединяться к этому. Это да. Еще, правда, говорят, что зависть вас взяла, что вот у коммунистов есть много голосов в Думе, а у вас нет, поэтому хочется Думу распустить. Да нет, не хотелось нам Думу распустить. Просто мы хотели показать какой-то эмоциональный край. А вообще-то наше движение «Реформа. Новый курс» выступает за новый закон формирования Думы. Если говорить коротко, ну давайте распустим просто Думу и оставим руководителей фракций. Не депутаты ведь решают, а руководители фракций. То, что они решат, депутаты вообще не ходят на заседания. И кто-то бегает и нажимает кнопки. Нам-то сегодня в России как раз нужны депутаты, которые народ представляют. Ведь в Конституции написано, как бы к ней ни относились. Парламент России представительная и законодательная власть. Сначала представительная. Пусть она представляет людей. В России хорошо, когда депутата видят в лицо. Когда выбирают того, кого видят, который им обещает, который перед ними отчитывается. Для России это характерно сегодня. Мы не готовы, на мой взгляд, к тому, чтобы политические партии представляли сегодня Думу. Ибо они не растут в количестве, а падают. И их настолько мало, этих политических партий, что они на жизнь простых людей не влияют. Поэтому мы с этим и вышли. Ваша точка зрения. Владимир Филиппович, вы меня уж простите, но когда я вас слушаю, я вспоминаю известную басню Крылова. У сильного всегда бессильный виноват. Один раз мы уже не только распустили Думу, но расстреляли Верховный Совет. И тоже говорили обывателю, что вот расстреляют Верховный Совет, и все, в России начнется благоденствие. Вот сегодня вы выступаете с предложением распустить Думу. А задумывались ли вы над тем, что для того, чтобы избрать новую, необходимы миллиарды 5 рублей, и отнять их нужно будет у того пенсионера, который не получает пенсию, у того работающего, который не получает заработную плату? Вы задумывались над этим? А вы уверены, что качественный состав новой Думы будет лучше этого? Я, например, не уверена. И потом, знаете, как-то я прочитала такую очень фразу, она говорит о том, что в России вечные выборы-перевыборы на тонущем корабле. Так вот, давайте, если мы с вами нормальные политики, давайте говорить не о Думе, потому что ее функции по Конституции очень смешны. Она напоминает сегодня фиговый листок, которым пытаются прикрыть откровенный срам авторитаризма в нашей стране. Ну, три функции у Думы. Утверждение представителя правительства, принятие законов, и то в первом варианте, потому что и Совет Федерации, вы как бывший спикер Совета Федерации знаете, может отклонить закон Думы. И президент может наложить вето, и утверждение бюджета. Подождите, я прошу прощения, я еще не все сказала. Вот три функции. Но ясно же в этой ситуации, что не Дума породила кризис экономический и политический в России. Поэтому, если мы здравомыслящие политики, давайте больше обращать внимание на сильного, на правительство, на президента, и видеть те ошибки, которые сегодня допускаются прежде всего в экономическом курсе. Вот говорят, туда-сюда виновата оппозиция. Да кто виноват? Правительству, которое начинало этот либеральный курс реформ, к чему он привел? Мы подняли цены и стимулировали только монополиста. У нас падение производства. Мы, так сказать, наградили собственностью баснословной, маленькую кучку людей, не самых законопослушных, а законопослушных бросили за гранищ. Так если Дума не отвечает ни за что, можно как раз ее распустить тогда. Хороший день, мне нравится. Это правда не по конституции, но по сути мне нравится. Я прошу прощения, я еще не все сказала. Если вы не несете ответственность. Я хочу сказать, все же. Подождите, Владимир Филиппович, позвольте мне, женщина закончится, я уже заканчиваю. Да, мы вообще, давайте мы сразу про 8 марта начнем, это правильно. Теперь, теперь, все же, Александр Михайлович, я закончу твою фразу. Так вот я хочу сказать, но и вам, Владимир Филиппович, и вам, Александр Михайлович, нужно бы знать, что в любой стране есть парламент. И только потому, что да, он плохой, может быть несовершенный, но там концентрируются все взгляды всех слоев населения, всех национальных групп, всех сословий и так далее и тому подобное. Это главная функция парламента, чтобы там схлестывали с разной точки зрения, и пусть лучше спорят там, и даже иногда, может быть, не так, как бы нам хотелось, с чем будут драться на улицах, выясняя, так сказать, те самые противоречия, которые накопились в обществе. Я почему все время забегаю, я не хочу вас прервать и поспорить, но хочу наоборот вас добавить, я на 100% с вами согласен. У нас двухпалатный парламент. Дума должна найти политический консенсус по закону, это да. Совет Федерации должен найти консенсус территорий, чтобы утвердить этот закон. Но давайте четко посмотрим, что делает Дума. Просто на конкретном примере бюджет текущего 97-го года. Так как Дума, политический орган, и там политическое большинство КПРФ, иначе как антинародным, этот бюджет не называла, но все-таки его приняла. Почему вы не настанавливали на том, чтобы его правительство переделало? Ну если бы вы встали намертво, намертво встали, бюджет бы переделали, потому что правительство, почему вы отдаете ему приоритет? Деньги, деньги, договариваются все. Почему отдаете приоритет? Правительство власть исполнительная. Елена Петровна, вот вы, депутат, вас выбирали, вас лично выбирали по вашим личным качествам при море. И люди на вас надеются, вы абсолютно правильно встаете и рассказываете правительству, что там дали энергия, почему нет этой энергии, И почему люди при свечах не могут даже приготовить детям горячей пищи? Вы говорите, все правильно. Но почему вы как зампред Государственной Думы не настояли и не приняли закон о тарифах на электроэнергию и на транспорт? Это же в ваших силах принять такой закон. Пусть правительство тогда его выполняет. Если Дума проголосовала, она же выгодит, что из них прав в Думе. За бюджет она проголосовала. Почему он сильный, а вы бессильные. Я объясняю вам, все понятно, то, о чем вы говорите, все понятно. Но хочу сказать вам, что вот как раз мы анализировали работу Думы, хотя мне хотелось бы сегодня больше говорить не о Думе, а о президентском послании. Потому что мы опять, так сказать, говорим о второстепенном, не о главном. Все, принято с нами. Этлана Горячева, оставайтесь с нами. Нет, нет, простите. Этлана Горячева после окончания Дальневосточного государственного университета работала в прокуратуре. В 90-м году избрана народным депутатом и заместителем председателя Верховного Совета. В октябре 93-го находилась в Белом доме. На последних выборах в Госдуму занимала вторую, после Зюганова, строчку в федеральном списке избирательного объединения КПРФ. Ныне заместитель председателя Госдумы России. Считается одним из самых жестких критиков Ельцина. Давайте все-таки определимся, ответственная Дума у нас или безответственная. Если она не несет ответственность за происходящие в стране, то пусть она существует как некая такая школа мужества, общение с президентом. Туда набираются люди, которые сдали ГТО в школе. Но они реально не могут влиять на судебы страны. Если все-таки она несет ответственность, тогда пусть она там существует и ее несет. Давайте как-то мы определимся. Но при этом еще возникнет вопрос, как распустить Думу по Конституции. Это по сути может быть с вами согласится. Александр Михайлович, ну позвольте мне сейчас рассказать несколько слов. Вы меня так перебили. Да я очень неприятно. Я понимаю, что вы можете меня не уважать как зампреда Государственной Думы, но хоть как женщину. Запрещенные приемы, Светлана Петровна. Да, пусть это запрещено, но я вам говорю, пожалуйста, меня уважайте. Я два слова скажу о работе Думы по поводу утверждения бюджета. Но, Владимир Филиппович, вы меня простите, вы бывший первый вице-премьер правительства. Вот если бы здесь сидел политик незрелый, я бы поняла, что он мне такие вопросы задает. Но вы прекрасно понимаете, что если бы мы не утвердили даже, да, плохой бюджет, не наша вина в том, что сегодня вы начинали вместе с Егором Тимуровичем Гайдаром эти смешные реформы, которые дали нам падение производства за 5 лет свыше 50%. Да, мы делили крохи, но если бы мы этого не сделали, простите, то наши бы учителя даже не получили того, что не могут получить. Наши врачи не получили того, что не могут получить. И так далее, и тому подобное. Это самое главное. Мы делили крохи, но в этой ситуации это результат той политики, которую вы начинали в 92-м году. Это, а вообще, давайте, простите. Это один из грифов. Владимир Филиппович, позвольте. Правительству легче жить вообще без бюджета, чем с бюджетом. А теперь давайте все же перейдем, я совершенно согласна с Александром Михайловичем. Нет, вы еще... Послание президента. Нет, я еще с этим не ценею. Нет, нет. Про послание мне интересно, но я хотел разобраться все-таки с этим вопросом. Вы сказали, что ваше обращение, предложение распустить Думу было адресовано умным людям. А, мол, для дураков это не очень. Я от имени дураков хочу спросить, как по Конституции можно распустить Думу и после этого принять новый избирательный закон, тоже по Конституции. И еще избрать Новую Думу, так вот с Антономом радуют, чтобы еще и деньги не потратить. Вот была такая поговорочка при социализме. Без прописки на работу не берут, без работы не прописывают. И никак этот круг не разрывался. Его действительно надо где-то разорвать. И если Думу предположить, ее сегодня распустили, а завтра назначили новые выборы. Про вас, Светлана Петровна, абсолютно. Новые выборы это новые деньги. Но новые-то выборы снова будут по этому самому закону, который есть. И здесь и получается парадокс в том, что этому составу, этой самой новой Думы, то есть старой Думы, нужно принять новый закон. А как они его принят? Я, например, искренне считаю, что нужно показать этот край, уважаемые думцы. На самом деле России нужен другой закон. И мы, может быть, своим этим эмоциональным, так сказать, заявлением, прекрасно понимаем, в Конституции только один путь у президента распустить Думу. Если президент представляет кандидатуру премьера и Думу отвергает один раз, а потом второй раз, то в Конституции написано, что потом президент может Думу распустить. Я прекрасно понимаю, президент никогда не будет искусственно это делать, найдя какого-то Иванова и каждый раз его представляет. Можно какого-нибудь Гитлера, Чикатило три раза предлагать на постпремьера? Дума три раза его не примет. Но, кстати, может получиться так, что у Думы инстинкт самосохранения, а это уже за последние годы было, был выше, чем гражданские чувства. Изберут Чикатило премьера. Все трое здесь сидящие были депутатами. И прекрасно знаете, о чем я говорю. Ведь есть лидеры, есть вот сегодня руководители фракции, которые решают. Есть депутаты, которые вот их просто называют рядовыми депутатами. Да не могут они быть рядовыми, они ответственны. К ним обращение мое, именно к ним. Ребята, посмотрите, за вашей спиной, ваша верхушка идет на сговор. Ведь на что обиделись-то? Вот смотрите, на что обиделись. Я же прямо назвал, что да, вот этот бюджет развития, это как будто форма взятки. Это отдают оттуда деньги за то, что вы бюджет этот утвердили. О чем вы говорите? Светлана Петровна. Владимир Филиппович, вы меня простите, пожалуйста, но нельзя так, понимаете, нельзя спекулировать такими вещами. Бюджет развития, это возможность инвестировать в экономику средства. Не в экономику. Простите. А можно я для, как говорит Владимир Филиппович, для дураков, для нас объясню смысл спора. Значит, страция коммунистов в течение долгого времени говорит, что она будет голосовать против бюджета. И вдруг в один день она голосует за бюджет и получает фактически в свои руки бюджет развития, несколько десятков триллионов рублей. Я, конечно, прекрасно понимаю, что вы сегодня по-другому говорить не можете, потому что, ну, вам нужно подыгрывать этому режиму, потому что он, конечно, здесь на работе. Конечно, конечно. У меня же задержан здесь на работе. Вот, Владимир Филиппович, я хочу на вашу сторону встать, абсолютно на вашу. Владимир Филиппович, Владимир Филиппович, и вы прекрасно понимаете, что в прошлом году, так сказать, вопросы инвестирования были решены по прошлому бюджету 96-го года на 25%. Вот почему у нас падение производства продолжается, вот почему в этой ситуации налоги не собираются, потому что, простите, если на боку лежит производство, как можно собрать налоги? С кого? С полумертвого, с больного предприятия? Нет, подождите, позвольте мне сказать вам. Поэтому бюджет развития направлен на то, чтобы было возможно инвестировать, но не в конкретные предприятия, а в те отрасли, которые будут предусмотрены правительством. Вот об этом нужно говорить. Нет, но я же о другом говорю. Выходит лидер фракции Зюганов и говорит четко, однозначно, глядя на всю страну. Вас я точно прерву, потому что 23 февраля давно прошло, я поэтому вас прерываю. Давайте все-таки к выступлению президента. Я прошу прощения, Владимир Филиппович. Значит, давайте, как вот было предложение, давайте вот не будем про ваше выступление, а про выступление Ельцина. Слава богу, он в добром здравии, вернулся в активную политику. В чем, на ваш взгляд, главный смысл его выступления? Ну, главный смысл послания в самом послании, в развитой демократической системе. Есть другие мнения? Вы зря смеетесь. Другие мнения есть? В развитой демократической системе политику определяет правящая партия, а у нас ее нет. Почему я говорю главный смысл послания в послании? Потому что это и политика государства. Навести порядок. Президентская республика, значит, президент сообщает политику государству. Если бы здесь не было конфронтации и Дума вместе с правительством взялось бы выполнять, в стране был бы действительно порядок. Но каждый раз, каждый политик и Светлана Петровна сегодня скажет то же самое. Послание хорошее, но оно из года в год не выполняется. Один-то президент его не выполнит. Он сообщает именно эту политику. Здесь совсем все согласны. Сейчас скажут, да, послание прекрасно написано. Действительно нужен порядок. Почему он его раньше не навел? Опять отдавая весь приоритет одному человеку в одной форме власти. И это правда. Хотя делают-то все. Владимир Шумейко, оставайтесь с нами. Владимир Шумейко, 52 года. Окончил Краснодарский политехнический институт. Доктор экономических наук. На Краснодарском заводе измерительных приборов прошел путь от слесаря до генерального директора. В Верховном Совете от депутата до заместителя председателя. В 92 году назначен первым вице-премьером правительства. Через год избран председателем Совета Федерации и Федерального Собрания. В настоящее время лидер движения реформы «Новый курс» считается одним из ближайших приверженцев Ельцина. Действительно, по-моему, абсолютно непраздный вопрос. Почему власть не может навести порядок в стране, когда у президента такие колоссальные полномочия? Александр Михайлович, ну позвольте мне сказать два слова о моем впечатлении от послания президента. Пожалуйста. Я думаю, что я имею на это право. Тем более я присутствовала, сидела, так сказать, можно сказать, на первом ряду. И очень внимательно слушала, даже кое-что себе записала. Так вот, у меня такое впечатление сложилось, что я где-то нахожусь в застойных годах. Я так даже сравнила его с Брежневым, с Черненко, больными, уже немощными, которые по бумажке читают то, во что уже сами не верят, во что уже не верит и вся Россия. Ну вот буквально, я так даже законспектировала себе кое-что. Нет, честно говоря... Нет, позвольте, Александр Михайлович, два слова. 96-й год, послание президента. Итак, первая задача, государство обязано защитить граждан от невыплаты зарплат, пенсии и пособий. Терпеть такие нарушения больше недопустимо. 97-й год. В 96-м году задержки выплаты пенсии достигли допустимых масштабов. С этим безобразием будет покончено. Простите, как тут не вспомнить Брежнева? Не получается. А не получается, простите. Оппозиция. А я хочу сказать, что если не получается, тогда честно скажите, что у нас не получается, что мы не политики, мы не обладаем... Народ избрал. ...даром предвидения, и мы лучше уходим. А народ избрал. Уходим с политической сцены. А теперь, Владимир Филиппович. Но согласитесь с тем, что в отличие от Брежнева, тогда не было 89 субъектов федерации, не было 89 правительств. Владимир Филиппович, и позвольте вам возразить, я поражаюсь вам, как бывшему председателю Совета Федерации, вы же читали хорошо Конституцию, вы прекрасно понимаете, что президент действительно за все ответственен, потому что полностью и налично по Конституции формирует правительство. Только председателя правительства утверждает Дума, а весь основной кабинет формирует сам президент. Простите, он сам набрал себе команду. И на кого ж теперь пенять? Вот он один не может, а другие плохие. А кого он подбирал? Но с другой стороны, не только федеральное правительство работает. Политик должен обладать искусством предвидения. Мне хочется объединиться на чем-нибудь. Вот на порядке мы бы объединились. Я бы хотела сказать о том, что объединимся мы с Владимиром Филипповичем или нет. Я не возражаю даже против того, что мы объединились. Но я бы хотела... Вы гигантская партия. Да, я бы хотела только того, чтобы и Владимир Филиппович, как лидер партии, и наши другие... Движение общественное, мы не партием. Да, или движение, прошу прощения. И другие наши очень высокопоставленные лица привезли сюда, в Россию, своих детей, вы свою дочь и внука, который получил американское гражданство, как писали газеты, чтобы Борис Николаевич возвратил своего внука, который в Англии обучается. Анатолий Борисович Чувайс возвратил своего, кого там, сына, который обучается в Англии, чтобы они возвратили сюда всех своих детей, внуков. И на своих детей вы бы производили эксперименты, те, которые производятся с Россией. А Петр Романов... Вот тогда... Я вас выдержал наставить на защиту. Анатолий Борисович, Петр Романов, деньги, которые на спирте заработал, отдаст? А так, просите вам, что жалко моего сына или сына той женщины, которая сегодня не получает заработную плату. Дело в том, что... Пожалуйста, что у меня... Знаете, мне кажется, что наш сегодняшний разговор напоминает разговор Слепов с глухим. Потому что, как бы, с одной стороны, говорим, что дума бессильная, дума плохая, другая сторона виновата, виноват президент, у которого все полномочия, но он ничего не делает. И точно так же можно ответить, что бедный несчастный президент, как бы вынужден исполнять законы думы, которые приняты, не рассчитав, какие средства можно на это расходовать. И поэтому он не может делать тоже ничего. Прерыву вас буквально на одну секунду. Валерия Гулимова. Руководитель экспертной группы Института современной политики. Участник организации восьми избирательных кампаний. Так вот, вы знаете, вернувшись из одного из регионов буквально сегодня утром, я хочу сказать, что на самом деле, если вернуться к посланию президента, то самым важным результатом был сам факт этого послания. Потому что, как многие люди уже считали и не верили, что это возможно, и после того, как президент выступил, честное слово, мне показалось, что очень многим людям один этот факт вселил некую уверенность и надежду. Потому что, но в отличие от тех, кто смеется сейчас так радостно, я бы немножечко огорчила. Вселил уверенность и надежду. Почему? Потому что он сказал то, чего ждали так давно. Пора наводить порядок в аппарате, да? В том самом аппарате, который, как сейчас, если посмотреть, кто сидит у власти в каждом регионе? Первый секретарь обкома партии. Первый секретарь горкома партии. Только нынче он называется губернатор. Так вот, надо наводить порядок. Может быть, входит в движение реформы? Губернаторы не входят. Это в наш дом, Россия. К сожалению, вот по тем регионам, по которым я была, в основном это те люди, которые при власти сидят уже 20 лет. Они просто изменили название, они немножечко поменяли свои внешние взгляды, но, по сути, не изменились. Спасибо. Так вот, вот, что для объединения. Может быть, у Владимира Филипповича и Карликова партия, но у него есть влияние в исполнительной власти. Он, хоть и редко, но видит иногда Борис Николаевича. Я согласна. У вас есть гигантская партия. Вот объединяйтесь на том, чтобы пообщаться с верхушкой в регионах, в Москве. Я согласна с экспертом Владимира Филипповича. Нет, это не наш. Да, ну, прошу прощения. Я эксперт, Владимир Филиппович. В том, в том согласна, что сегодня, да, действительно, самые худшие из ЦК КПСС оказались у власти. Сам Борис Николаевич Ельцин, вот эти самые сектори, которые говорили. Но, простите, откуда они взялись? Откуда? Короля играет свит. А кто их назначил? Кто? Борис Николаевич Ельцин. Ну, здрасте. Так что, простите, в этой ситуации. Строим Егор Семенович, секретарь ЦК по сельскому хозяйству. Что ж теперь делать? Его избрали. Селезнев, главный редактор газеты «Правда», кандидат, члены Политбюро. Его избрали. Виктор Степанович Черномердин, член ЦК двух созывов. Его избрали. Но мы прекрасно понимаем, что пока мы в тупике, и сам вот Борис Николаевич, я же еще раз говорю, мне очень понравилась его фраза, которую он сказал. Не удалось остановить спад производства, снижается уровень жизни населения, безволие и равнодушие характеризует российскую власть. Это, видите, как, я до какой жизни дошла, я цитирую. Но это результат и вашей деятельности. Потому что, простите, с 92-го года по 94-й год вы были первым вице-премьером правительства. Дело в том, Дума, может быть, и левая позиция справедливой, говорят о том, что в Конституции, в перспективе или сейчас, требуются какие-то изменения, связанные с балансом. Ну, сейчас не поменяю Конституцию. Но дело все в том, что выборы в Думу проходили по этой Конституции. И от партий, по партийным спискам, или там в одномандатных округах, люди избирались по этой Конституции. Они знали, на что шли. Они знали, на основе какой Конституции они будут заниматься законотворчеством. И у меня такой вопрос. Неужели в этих условиях действительно нельзя реализовать законотворческой деятельности то, о чем вы все время говорите? Вопрос не к вам, Светлана Петровна. Вопрос в целом в Думе. Спасибо, я вас представлю, и после этого, Светлана, ответит на ваш вопрос. Владимир Бойков, доктор философских наук, профессор, директор социологического центра Российской Академии и Государственной службы при президенте. Светлана Петровна, за Думу, ответьте. Я не хочу даже слушать, понимаете, вот личностные выпады в данном случае. Речь идет о более существенном, с моей точки зрения. То, что Владимир Филиппович сказал, что можно было бы распустить Думу, воспользоваться законодательной инициативой, я не уверен, что это отражает его точку зрения, мою точку зрения не отражает, во всяком случае, хотя я эксперт его. Дело все в том, что под этим подпишется 90% опрашиваемого нами населения. К Думе отношение такое же, как к правительству, такое же отрицательное отношение, как к президенту. Понимаете, то, что вы боретесь, ваша борьба, она такая мелкая там. Потому что, действительно, вы вроде жмете, жмете, жмете на правительство, на президента, критикуете в кулуарах, и там на трибуне подходит к тому, что нужно решать, вы опасаетесь, вас распустят, будет еще хуже. Бюджет не примут, будет еще хуже. И вы в конечном счете превращаетесь в Думу компромисса. Уж если вы действительно хотите противопоставить, имея большинство, президенту, мне не нравится его политика, но вы хотите противопоставить, так противопоставьте, не дразните гусей. Моя точка зрения. Я хочу вам сказать, что если бы только от того, что распустят Думу, стало лучше жить в России, я бы сама первая ушла оттуда. Не пожалела бы. О другом, о борьбе. О борьбе. Так я хочу сказать, вы простите, но вы вот типичный обращик, так если говорить. Да, вот тех самых необольшевиков или сверхрадикалов, кого угодно. Вы мыслите категориями, теми, которые внушили еще в застойные годы. Нельзя так мыслить. Вам кажется, что вот если борьба будет вот так вот лоб в лоб, то вот будет, пожалуйста, результат. А я хочу сказать, что мы избрали другую тактику, она, кстати, принесла нам очень хорошие плоды. А народу? И народу в том числе. И народу в том числе. Спасибо за вашу точку зрения. Как я понимаю, послание президента пока не сдвинуло позиции традиционных оппонентов, которые... Ну, позвольте мне ответить буквально одной фразой. Нет времени. Ну, хорошо, я отвечу одной фразой. За счет рекламы, а как же я буду деньги получать? Вот больше критикуйте правительство, больше критикуйте правительство и президента, если вы смелый человек. Вот тогда народу будет жить намного лучше. Моё ощущение до того, чтобы традиционные, в общем, достаточно оппоненты нашли какое-то согласие, ещё далеко. Так что политическая весна не наступила, но, по крайней мере, у нас есть повод. Не, но постепенно позиции сближаются в отношении порядка. Владимир Филиппович, ну, всё-таки праздник вчера был, да? Да, праздник вчера был, 8 марта. Мне кажется, хотя бы на этой почве найти какую-то основу для компромисса. Поздравляю вас с Светланой Петровной. Я думаю, что отдельно со Светланой Петровной компромисс быстрее найдём, чем со всей партии. Ну, вот. Светлана Петровна, я тоже вам... Светлана Петровна, я действительно хочу вот... Ну, я благодарю. Хоть и прошёл праздник, 8 марта, и вот эти цветы. Я благодарю за цветы. Светлана Петровна, а я выбрал вот самые правильные цветы такие вот. Я благодарю вам за то, что вы приняли участие в этой программе. Присоединяюсь ко всем поздравлениям женщинам, не только членам Государственной Думы, тем, кто сейчас был у телевизоров и также вот вместе с нами следил за происходящим. На следующей неделе вместо программы «Один на один» выйдет программа «Одиннадцать на одиннадцать». Будет какой-то очень важный футбол. Так что увидимся нескоро. «Одиннадцать на одиннадцать».